МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Жанна Эклер. Теперь программа 50+. Наше ток-шоу о мудрых людях замечательного возраста. Мы говорим о том, как жить интересно, активно и долго, а главное, ни в чем себе не отказывая. Наши постоянные эксперты, которые будут с нами, помогут советами. Мария Салуцкая, председатель органитета проекта 50+. И писатель, академик, а также главный редактор газеты 50+. Анатолий Сумылыч Салуцкий. Здравствуйте! Красота спасет мир. Так считали и считают во все времена. Единственное неудобство в том, что идеал женщины постоянно меняется. А мы упорно пытаемся угнаться за модой, порой даже жертвуя здоровьем ради красоты. Сегодня мы будем говорить о канонах красоты. Применительный, прекрасный женский образ. Расхожее понятие, но что оно означает? Никто, вразумительно, ответить не может. Есть ли в мире что-либо более изменчивое, непостоянное и эфемерное, чем каноны красоты? Все зависит от времени и места. В средневековой Японии, например, ценились кукольные фигуры, выбеленные нарисованные лица и маленькая ножка. В Африке желанными были женщины в теле и с массой косичек на голове. В некоторых племенах красивым считается обилие татуировок, подпиленные зубы и боевой раскрас. Стандарты красоты также непостоянные ветряны, как и сами женщины. В Древней Греции идеальной считалась статуя Венера Милоской. 86, 69, 93 при росте 164 сантиметра. В темные средние века плоская грудь, удлиненный овал лица, сбритые брови, высокий лоб и никакого намека на сексуальность. Эпоха Возрождения. Расцвет чувственности и любование тела. На поскрипывающий от тяжести пьедестал возводятся пышнотелые вакханки. Идеал – широкие бедра, полные руки, пышная грудь. Маятник красоты постоянно раскачивается. Только в 20 веке он гулял от округлых форм в начале до щуплых андрогенных подростков в 70-е годы и до супермоделей 90-60-90. Сегодня вновь намечается тенденция к изменению стандартов. Худышки и вешалки порядком надоели. Некоторые модные журналы в целях эксперимента начали размещать на своих обложках женщин в теле. А это звоночек. Полнота жизни возвращается. Время анорексичек сходит на нет. Анатолий Самуилович, что для вас красивая женщина? Есть внешность, есть фигура, но есть еще и другие факторы. Есть холодная красота, есть обаяние. Мужчинам больше всего нравится обаяние. Мария, вы можете сказать «я красива»? Да. Я вам не скажу. Вообще, замечательную тему мы сегодня поднимаем, потому что канона красоты очень многим и сломала жизнь. Вы вспомните, например, в нашем любимом фильме «Служебный роман» Людмиле Прокопьевне Калугиной было всего 36 лет. А вообще считала, что она старуха, да? Вот как ее называли за глаза. Ну, наша старуха идет. Мы же наши проекты затевали, собственно, как раз для того, чтобы бороться со стереотипами в нашем обществе. И сказать, что в 50+, Жанночка, женщины очень красивые, обаятельные, молодые. И с каждым годом это все будет больше и больше. Я очень рада, что сейчас уже и в рекламных кампаниях, на нашем телевидении появляются уже модели возрастные, в модных программах. Я рада этому. Мы тоже. Мужчины уверены, что именно для них женщины хотят быть красивыми. Ничего подобного. Нам важно нравиться прежде всего самим себе. Ну, а потом уже окружающим главное не впадать в крайности. Внимание на экран. Людмила Юнчиева, 55 лет. До недавнего времени Людмила не испытывала проблем с фигурой. Но за последние годы ее размер увеличился с 46 до 50. И это оказалось проблемой для ее дочери Ирины. Дочь, глядя на меня, так как я начинаю, ну, возраст, возраст начинаю прибавлять в весе. Ей это очень не нравится. Она беспокоена тем, что вскоре она может так же набрать формы и вес. Она не хочет. И поэтому она села на диеты. Ирина – молодая и стройная девушка. Но мысль о возможной полноте не дает ей покоя. Знаю, что генетика – дело сильное. Не хочу дожидаться, пока поправлюсь. И поэтому сижу на диетах. Мама это волнует. Я считаю, что сделала все правильно. Ирина блюдет фигуру. А ее мама привыкла ни в чем себе не отказывать. Из-за этого за столом часто возникают споры. Людмила убеждена – худеть впрок не нужно. Ирина, напротив, считает, что диета ей просто необходима. Встречаем Людмилу и дочь Ирину. Они у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, милые женщины. Идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Строей некуда уже быть. Ира, зачем вы худеете? Как мать, прямо спрашиваю. Чтобы оставаться в форме такой красивой, стройной. В идеале сколько килограммов вы хотели бы весить? Я хотела бы весить около 40 килограммов. При росте? 170 сантиметров. Это неправильно? По мне это правильно. Мне так комфортнее. А каких женщин ты считаешь красивыми? Твой эталон красоты? Модели. Модели. Людмила, в молодости какой у вас был вес? Какой вы обладали фигурой? Я была очень стройная. У вас одинаковая конституция? Нет, я была 56, 57, 58. При росте 1,68. Я считаю, что это было нормально. Ну, вот для дочери вообще это ненормально. Я объясняю, но она не понимает меня. Она на папу похожа? Да. Она взяла и конституцию отца? Да, да. Отец худой? И сейчас худой? Ну, он худой, но не столь худой, как она. Ты понимаешь, что у тебя нет предрасположенности, потому что ты взяла генетику отца? Я неоднократно беседовала с ней, что такое стремление к таким диетам может привести к болезни, а именно к анорексии. А анорексия – это летальный исход, но бесполезно. Не пугайте вот нас всех. Вы прямо запугали, мне даже страшно стали. А я и пугаю, чтобы она остановилась. Но однако же бесполезно. Ну, я вот прямо разделяю, разделяю. Очень, Людмила, ваша беспокойность. Хорошо, что вы к нам пришли. А вы вот скажите, пожалуйста, Ирочка, а у вас жених есть? У меня есть молодой человек. Вы же его устраиваете такой, какая вы есть? Ему нравятся худенькие. То есть вы, наверное, тогда это делаете из-за него? Я делала это для себя и для него. Молодой человек сейчас доволен твоим весом или считает, что тебе нужно еще похудеть? Он доволен и хочет посмотреть, что будет дальше. Чем он сам занимается? Он доволен и хочет посмотреть, что будет дальше. Мне нравится, да? А чем он занимается, твой молодой человек? Он бизнесмен. Один нравятся худушки, другим – женщины с пышными формами. Какой же фигуры надо обладать, чтобы поклонники падали к твоим ногам, сраженные и потрясенные навеки? Давайте послушаем мужчин. Внимание на экран. Женщина, имеющая более плотное тело, привлекательнее, потому что она способна где-то рождению. Нет, если совсем костя, то нет. Лучше толстая. Сложно с толстой, сложно. Трудный вопрос. Если красивая, и та, и другая. У нас что, из концлагеря, если худая, то это уже совсем другой вопрос. Диэстрофик – это уже не красота. Хорошего человека мало не бывает. Худенькую можно накормить, и она потолстеет. Это меня засмущало. Вот самая прекрасная. Моя жена. И не важно, какой она будет. Худой, толстый, полный, все равно, без разницы. Она мой идеал. Обычные женщины стремятся к идеальным параметрам. Давайте подумаем, кому это нужно и какими они должны быть. Встречаем психолога Ольгу Твардовскую. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, идите ко мне. Вот почему сейчас в современном мире все постоянно худеют? Что это? Кому это надо? Прежде всего, это дань, наверное, моде, человеку и самому себе. Но как французы говорят, ищите женщину, так всегда и нам нужно говорить, ищите мужчину. Вот Ирина худеет, потому что боится стать такой, как мама, с пышными формами. Мама, кстати, великолепна. Для нее мнение мамы ничего не значит, что бы мама ни говорила. Зато мужчина, молодой человек, который рядом с ней, она к нему прислушивается. Почему нашим детям наше мнение не важно, а важно вот то, что говорит мужчина? Девочка может жить по сценарию и по антисценарию к маме. То есть она может делать все так, как сказала мама, а может быть наоборот. Есть конфликт, когда ребенок говорит, что мне тесно в этих рамках, я задавлен. Как мне еще показать, что я хочу как-то по-другому себя чувствовать? Пожалуйста. Но вы же понимаете, что худая корова еще не газель. Ну, в общем, можно похудеть, но нужно понимать, для чего это нужно вам. Вот расскажите, пожалуйста. Я хочу, чтобы... Что мама поняла? Что понял молодой человек? Что я самая лучшая? Так можно доказать это многими способами, не обязательно весом. Много ли в нашей стране больных энероксией? Это же психологическое заболевание в том числе. Это психическое заболевание, я вам больше скажу. И это смертельно опасное заболевание. У меня есть несколько пациентов с такой проблемой. Ну, где-то 3% населения. Надо сказать, что когда мы занимаемся большим весом, да, ну, здесь понятно, это вершина айсберга. За ним стоят разные вещи. Там, например, защита от мужчин или излишняя ответственность или еще какие-то вещи. Это панцирь наш, в который мы себя одеваем. А что происходит с человеком, когда он становится маленьким? Они незаметны. Они хотят на себя обратить внимание. Ну, вот 3% населения есть людей, которые обращаются именно с обратной... Ну, это примерно проблемой. Спасибо вам огромное, Ольга, за ваши замечательные мудрые советы. Вы смотрите ток-шоу «50 плюс». Сегодня мы говорим о канонах женской красоты. Женщина не фрукт, она с бачком, только аппетитнее. Находить в себе изюминки, а не червоточинки – вот задача каждой женщины. Внимание на экран. Королева блюза. Черный бриллиант. Внучка Элла Фиджерет. Как только не называют эту джазовую певицу высочайшего класса. Виктория Пьер-Мари. Обаятельнейшая женщина с невероятной энергетикой как на сцене, так и в жизни. Дедушка – известный художник, родители – хирурги, а Вику всегда тянула на сцену. Ее творческий путь начинался с духовых инструментов. Виктория играла на трубе. В 15 лет, решив, что петь интереснее, чем играть в духовом оркестре среди 30 мальчиков, стала бэк-вокалисткой. Работала с Александром Ивановым, Александром Монином, Владимиром Пресняковым и Сергеем Пенкиным. Потом были разные группы, сольные концерты, роли в мюзиклах, призы на фестивалях, медали на чемпионате мира по искусствам. Ее сексуальная контральта, плавно перетекающая в бархатное меццо-сопрано с приглушенно-матовыми верхами, невозможно не узнать. Армия поклонников восхищается не только ее голосом, но и тем, с каким достоинством Виктория преподносит свои пышные формы. Лишние килограммы никогда не составляли для нее проблему. А вот покупка нарядов для столь шикарного объема – задача непростая. Виктория и ее решила с блеском, открыв собственное ателье. Певица, актриса, модель, продюсер, режиссер, постановщик шоу-программ, преподаватель и кандидат наук по искусствоведению – все это она – Виктория Пьер-Мари. У нас в гостях восхитительная и неподражаемая Виктория Пьер-Мари. Встречаем! Ура! Бросси! Спасибо, здравствуйте. Ребяточки, я чувствую, что здесь у вас есть потерпевшая. Жертвы маркетинга, да, где? Хочется, да, увидеть девушек, которые страдают какими-то частями тела. Где та часть тела, которая лишняя? У меня, у меня чуть, ну так сказать, мужчина мой не бросил за то, что я сбросила пять килограмм. Говорят, а где Виктория Пьер-Мария? Не учусь, что это ее просто габариты. Виктория, ты всегда была такой прекрасной. Друзья мои, я всегда всем говорю, мир имеет разную геометрию зверей. Есть маленькая серая мышка, а есть элефант, серый слон. Он тоже серый. Но как можно взвесить эти два животных по размерам? Они находятся в гармонии, в своей пропорции по отношению к природе, правильно? Все сказала, вот и все. Вас окружают, скорее всего, люди, которые вас убеждают в том, что у вас что-то не так. Это не ваше мысль. Молодой человек ее. Ваш молодой человек? Говорит, что да, надо еще похудеть. Обязательно есть тот, назовем его ласково, паразит, который мешает вашей жизни. Откуда у вас взялись излишки, вообще трудно представить. Но поверьте мне на слово. Один французский философ сказал, грудь женщин у нее в глазах. Мужчина только думает, что ему она нужна второго или восьмого размера. У каждого мужчины статистически по жизни очень много женщин, и они нету одного размера женщин, правильно? У одного мужчины. Она то элефант, то, простите, белочка, не хотелось мышкой употреблять. Сегодня никто не посмотрит на ваши формы, если внутри этой формы нет содержания. Какая вам разница, сколько во мне килограмм, если я красавица внутри? Вообще, ваш большой поклон. Молодого, спасибо. Это правда, это совершенно, еще до проекта 50-х, как мы создали. Мне приятно. Это правда. Для меня большой сюрприз всегда и приятно очень вас видеть на телеэкране. Вы действительно умница, потому что вы умная, вы достойная, видите, какая замечательная женщина. Ну, просто мне говорят... Это то, что творится в своем вояне, и ты растворяешься в нем, и все абсолютно забываешь. А когда слышишь ваш голос, вообще все хочется забыть. Да. Благодарю вас. Да, 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 да. Давайте, мы хотим услышать ваш голос. Пожалуйста. Чтобы вы красивые, талантливые. Поехали! У-у-у! Эй! Комау! У-у! Два! Эй! У-у-у! Арик, Павел! У-у-у! Ай, вы слушаете меня! У-у! 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 а перевал по-бух, по-бух, по-бух по-бух, 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 по-бух. If you can't walk to the relay Masked to the sun you got to be close How many times you find out to keep it Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажите, пожалуйста, каких женщин вы считаете самыми красивыми? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 К корректирующему белью мы встретимся сразу после рекламы. Я свою Наталью узнаю по талии. Там, где тоньше талия, там моя Наталья. Для женственных форм не столь важно, сколько килограммов вы набрали. Важно, где именно они разместились. У нас в гостях специалист по корректирующему белью Елена Остапия. Встречаем. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогая. Проходите. Лена, может ли женщина быть каноном красоты в возрасте 50+. Так мне кажется, это и есть тот возраст, когда именно женщина является каноном красоты. Все слышали? Ну, на самом деле, если задуматься, практически все основные социальные функции женщины к этому времени уже достигла. И дети выросли, уже даже внуки есть. И действительно наступает время возраста, когда можно наслаждаться тем, что ты женщина. Почему не надо бояться возрастных изменений в фигуре? Я хотела бы просто показать, что такое возрастные изменения фигуры, потому что есть то, на что мы можем повлиять, а есть то, на что мы повлиять никогда с вами не сможем, принимаем как давность, но должны учитывать. Например, мы никогда с вами не повлияем на силу тяжести земли. То есть все с возрастом уходит куда? Вниз. Вниз. Почему? Бояться этого не нужно, об этом нужно знать. То есть пока мы молоды, наша кожа эластична, наши мышцы поддерживают, и они как бы сопротивляются этой силой тяжести. С возрастом, если мы, опять же, не следим за своей кожей, не поддерживаем физическую форму своих мышц, они уже устают сопротивляться и поддаются этому гравитационному опущению. Вот этого бояться не надо, но нужно знать, быть готовым и противостоять, так скажем. Я хотела бы обратить внимание на те изменения, которые мы иногда, к сожалению, создаем с помощью белья, которые неправильно подбираем для ежедневного ношения. То есть либо слишком тугого, и тогда на нашем теле образуются те самые складки, которые мы потом всячески пытаемся скрыть. Проще было бы грамотно подобрать белье и их просто не создавать на своем теле. Идеальным вариантом является корректирующий белье, которого на вас никто не видит, но как только вы его на себя надели, сразу все замечают, как-то стало лучше выглядеть. Это вот такой маленький женский секрет. Ну, я думаю, что мы сейчас прямо вот с вами из зала выберем, наверное, какую-нибудь героиню, да, в которой, ну, вот можно вас, да, в которой мы прямо просто продемонстрируем, как это может происходить. Как вас зовут? Оксана. Оксана, очень приятно. Очень красивая зона декольте, да, но то, что я говорила, с возрастом грудь, к сожалению, падает духом. Значит, задача приподнять грудь. Вот эта зона, вот здесь природой никаких складочек у нас не предполагается. К сожалению, вот уже пошел процесс гравитационного опущения. Белье, корректирующее, это сможет изменить. И еще очень важная зона – это зона бедер и зона ягодиц. Вот то, что создают плавные изгибы, плавные линии. И я предлагаю подобрать вам корректирующее белье. Мы, наверное, возьмем вот этот вариант, да? Вы его наденете, и мы увидим разницу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас объясню, почему я выбрала именно эту модель, и объясню вот на примере вот такого манекена. Он нам позволяет показать, как работает корректирующее белье. Обратите внимание, что в нашей модели, в нашей конструкции есть зоны абсолютно, так скажем, свободные, где ткань в один слой, вы видите, они светлее. Есть зоны, где ткань поплотнее, в два слоя, и, как правило, это те самые зоны, которые мы хотим скорректировать. Это зона талии, зона бедер, это то, что максимально усилено у нас, да, двойным слоем, зона живота. Зона ягодиц, свободная, и скроена таким образом, что поднимает, подчеркивает вот эти самые округлости. Зона талии, вы видите, у нас усилена по всей окружности тела. Итак, встречаем нашу героиню. Спасибо, вот рука, как она изменилась. Оксана, покажитесь. Вот она, талия. Совершенно верно. Ну, Оксана, наверное, когда сейчас надели белье, посмотрели, что и платьица хочется уже на размер поменьше. Я сейчас уберу эти лишние сантиметры, чтобы было видно вот эту линию, вот этот изгиб, который мы хотели создать. Обратите внимание, какая зона декольте. Грудь приподнялась сантиметра на полтора-два, это абсолютно точно. И самое главное, сразу разворот плеч, потому что всю эту тяжесть на себя принял правильный бюстгалтер. Оксана, обратите внимание, вот то, что вы сказали, поддержка живота, вот она максимальная. Самая главная женщина в восторге от того, как она выглядит. Это, наверное, самая главная заслуга корректирующей выглядела. Оксана, еще раз, покажитесь всем, какая красота. Спасибо вам огромное. Вы волшебница, Лена. Садитесь, пожалуйста, Оксана. Спасибо вам огромное за ваши советы. Приходите к нам еще. Будем рады вас видеть. Спасибо большое. Аплодисменты. Недолгая мода, но худышек закончилась. В фаворе аппетитные девушки. Параметры нашей следующей героини 108, 85, 118. И она девушка с обложки. Встречаем модель плюс сайз Диляру Ларину. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужчина, тебя нужно поставить большого будильника, красивого мужчины. Садитесь. Скажите, пожалуйста, вас всегда считали красивой женщиной? Вы знаете, нет. Я прошла путь от девушки стройной, худенькой, в общепринятом понимании красивой. Но даже тогда мужчина, с которым я была 4 года, все время мне говорил, что ты знаешь, ты не стройная. Я весила 57 килограммов. Это были абсолютно нормальные показатели при моем росте. В его голове сидел какой-то идеал девушки с прессом. То есть просто это был не мой мужчина. Поэтому, может быть, вы общаетесь не с тем мужчиной? АПЛОДИСМЕНТЫ А ваша мама тоже женщина с формами? Да, моя мама девушка с формами. У нас и рост. Папа высокий, а мама маленького роста. Я пошла в нее. Вот мой старший брат наоборот. И мама тоже всегда была с пышными формами. Но разница в том, что это разница именно в бедрах и талии. То есть разница должна быть около 30 сантиметров. В этом и фишка. Быть с девушкой песочные часы. А если девушка полная, у нее огромный живот, второй подбородок, конечно, это неэстетично. Вы хотите карьеру модели построить? По возрасту уже не помню. По сколько вам лет? 26. Вы знаете, модельный бизнес – это такое дело. Никто не отменял синдром исключительности, синдром именно того, что вы уникальны. Я начала свою карьеру плотно, скажем так. Мне сейчас 27, в 25 лет. То есть примерно в вашем возрасте. И все глянцевые журналы были моими. Дело не в возрасте, дело в самоощущении. То есть если вы захотите стать моделью, даже в 40 и в 50 лет это можно сделать, если я этого действительно захотела. Спасибо вам, дорогие прекрасные слова. Наш специальный корреспондент Татьяна Бадябина доказала, что моделью можно стать и в 50 лет. Внимание на экран. Я всегда считала, что с моими формами путь на подиум мне закрыт. Но времена меняются, и девушки шикарных форм сейчас очень и очень востребованы в модном бизнесе. Я пришла в школу больших моделей. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Татьяна. Аня, научите меня быть моделью. Во-первых, о чем должна знать модель? Что ее тело представляет собой единый целый организм. Но при этом каждая часть в нем работает автономно. То есть на что? Есть плечи, у нас есть руки, у нас есть бедра и у нас есть, соответственно, ноги. Ноги. Что вам хотелось посоветовать? Это прежде всего руки. Чем они свободнее, тем они красивее. Да. И последний штришок – это подбородок. Вот эта часть должна быть строго параллельно полу. Правильно. Плечики вниз. И тут втянула. Да, и ручки свободны. Там сзади сидит Донателла Версача. Вам нужно ее очаровать. Потрясающе. Хочу демонстрировать наряды. Нам нужно сначала, наверное, подобрать наряды, правильно? Да. Как-то у меня даже глаз на один наряд точно. Ну, пойдемте. Нет? Ну, для вас, мне кажется, что нужно что-то более благородное. Давайте, наверное, скорее всего вот это. Очень красивое платье. Пора примерить. Я пошла? Так. Так. Так, а про... Так, что-то я в ногах запуталась. Татьяна, вы не забывайте, что плечи, бедра на одной линии и ноги. Ну, вот здесь очень удобно, по квадратикам, да? Квадратики, да. Квадратики, квадратики. Слушайте, ну... Не-не-не. Ой, Вер же нужно. В конце подиума можно делать не больше двух-трех как бы пост, да? Ну, вот смотрите, допустим, если вы работаете с аксессуаром, мы можем его просто... Накинуть. Накинуть. Это как вариант, да? Чтобы потом его снять. Одним движением руки. Да. Вы... Шорты превращаются. Видите, как замечательно. Очень. Развернулась. Ой! И пошла. Пошла. Ой! Встречаем нашу прелестницу Татьяну Бадябину. Татьяна. Это лонг красоты 50 плюс от бедра. Молодец. 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 Ручку. Здравствуйте. Танечка, ты умеешь ходить, как ходят модели по подиуму? Я начала учиться ходить, как ходят модели по подиуму. Там же спина сюда, бедра туда, живут туда. И все в одну кучу. И все вот так вот. Очень тяжело. Реально, я считаю, что труд модели – это тяжелая пахота. Ну, нравится. Очень-очень нравится. На самом деле. Вот прям вот. Ну, как-то вот я даже вот так вот. Нравится-нравится. Очень нравится-нравится. Скажи, Паша, ты будешь худеть или нет? Не сильно. Ну, чтобы остаться в своих формах. Исключительно только ради здоровья. Причем, если три составляющих по анализам будет все хорошо, не буду худеть. Зачем? Вот такая вот. Ну, вот зачем вот эту красоту портить? Зачем? Зачем портить эту красоту? Зачем ломать себе карьеру модели? А сейчас в нашей студии появится необычайно красивая женщина. Известная модница, талантливая актриса, женщина до кончиков ногтей. Встречаем. Актриса Светлана Светличная. Актриса Светлана. Здравствуйте, дорогая. Вот эталон. Деточка, дай мне ручку. Хоть прикоснуться к себе. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Богиня. Светлана, откройте нам секрет. Как вам удается всегда так выглядеть? На нервной почве. Я так думаю. Если честно, я вам скажу, если бы я не была актрисой, наверное, я была бы другой формой, другого содержания и другой внешности. Мне кажется, что профессия наша обязывает быть всегда элегантной, всегда стройной, неподражаемой. Вот это вот один из факторов, который обязательный. Вот у вас это генетика или это труд? Нет, это не генетика, это труд. Это себе нельзя, нельзя, нельзя. Даже вот сегодняшняя программа, которую мне заранее позвонили, и я уже три дня, я уже готовилась к тому, чтобы вот, чтобы мне нигде не тянуло, нигде не жало, чтобы лицо было. Потому что очень важно себе нравиться. А если бы не программа, что бы вы делали? Я бы тогда поела. Поела бы, селедочки бы съела, картошечки, водочки бы даже выпила грамм 50. Не можно ли всех женщин подводить под какие-то стандарты, под какие-то каноны? Мы все должны быть разные. Наши поколения, братья Схитяеву, Ларионову, Мордюкову, Светличную, Лужину и так далее, Конюхову, да? Мы все, все настолько непохожи и неповторимы. Мы каждая индивидуальность. Индивидуальность во всем нужна. Ваш совет, как женщине в возрасте 50+, оставаться привлекательной и красивой. Есть секреты? Мне можно сказать 70+. А секреты есть? Вообще, мне кажется, секрет один. Если ты добр вообще к окружающему миру, если ты искренен, вот тогда, тогда красота тебя не покидает. Это не значит обязательно внешнее. Мне кажется, это все состоящее. И чем старше, мне кажется, чем старше, я каждый раз убеждаюсь, что это очень важно. У нас сегодня такие умные женщины принимают счастье в программе, что прям даже страшно отстать как-то, тоже хочется соответствовать. Не отстанешь. Нужно себя любить, правильно оценивать. У меня у подруги был магазин одежды, и она всегда говорила, знаешь, вот придет мужчина, вот маленький, некрасивый, вот что не оденет, прямо вот ему обязательно костюм не так пошит, и вот любой самый лучший дизайнер, он не такой. А женщина придет, красавица, померяет вещи, говорит, ой, я тут поправилась. Я тут вот что-то сама, мне не так. Всегда у женщин низкая, к сожалению, самооценка. И когда женщина начинает себя ценить, любить окружающих, любить себя, вот быть в этом внутреннем драйве, о чем говорит Светлана постоянно, все будет хорошо, и нас всегда будут любить. Если бы я был, вы хороший мужчина, а не какой-то такой зануда. И не желающий, чтобы мы худели, а принимающий таким, каким мы ездили. Ни в коем случае. Красота до венца, а ум до конца, говорили в старину. Все хорошо в меру, желая понравиться, не теряйте себя. Всегда знайте, что вы самое красивое. Это была программа 50+. Увидимся ровно через неделю. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»